Уважаемые товарищи, в этот праздничный день мы всегда вспоминаем советскую эпоху, которая дала белорусам возможность впервые в своей истории построить экономический фундамент будущего легитимного государства, республику со всеми национальными атрибутами, белорусским флагом, гербом и гимном. Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь. Мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам ни стоило. Суверенитет и независимость – это самое дорогое, что есть у любого народа. Суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это. Спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними, близкими. Нам это не надо. Мы мирные люди. Мы хотим жить спокойно, жить за свой счет, своим трудом. Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим. На республиканских референдумах 90-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату дня независимости. Сделал выбор пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. Странно. Но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить о молодежи, которая этого не знает. Хочу вас проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалив на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавые обрубы большого, великого государства Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил вам вариант. Не кунуарно. Не имея тогда еще никакой власти абсолютно. И вы, именно вы на референдуме, поддержав, конечно, меня взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу. Сегодня вокруг те, кто понесли тяжелые потери в период перестройки, завидуют белорусам, что они померковно и спокойно прошли этот путь. Я это говорю потому, что сегодня отдельным, скажем так, не имется. Хочется перевернуть. Хочется реформал. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформал кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень, сел, в город-герой Минск. Посмотрите на Америку. Богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу. Им-то чего не имется. Посмотрите, что творится. 60 миллионов безработных. Последнее событие и пандемия породило в Соединенных Штатах Америки. Бунты. Голодные бунты. Мы не Америка. Мы не печатаем доллар. Мы даже не Россия, у которой углеводородов девать некуда, золота, металла и прочее. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала. Если экономика всего мира закроется, закроемся и мы. Потому что мы экспортоориентированная экономика. Потому что мы основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа.